ДИЖИТАЛИЗАЦИЯ Процесс обучения становится более динамичным. Прежних скучных уроков с монотонными подачей больше нет. Обучение подается в формате игры. Все это происходит за счет геймификации, персонализации и диджитализации контента. Все большую популярность получает дистанционный канал доставки знаний. Школы и университеты больше не ограничены физическими рамками. Интернет позволяет вовлекать в образовательные программы исследовательские проекты участников по всему миру. Казахстанские вузы тоже начинают готовиться к этому сложнейшему процессу. Мир стремительно меняется. Вы знаете о том, что Казахстан поставил перед собой цель войти в тридцатку самых развитых стран мира. А это говорит о чем? О том, что мы должны применять высокие технологии, инновационные технологии везде, во всех сферах экономики. В промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине и, конечно же, в образовании. Чтобы не отстать. Быть именно в тренде развития всей мировой экономики. Сегодня финансовая отрасль, причем во всем мире, в целом оказалась на рубеже цифровой трансформации экономики. На рынок банковских услуг пришли финтеховские компании, предлагающие новые сервисы с использованием современных информационных технологий. Безусловно, образование не может не реагировать на такие глобальные процессы переформатирования финансовой отрасли. Тем более, что Казахстан, несмотря на стремительное развитие технологий, все же пытается не отстать от глобальных трендов. С одной стороны, хотелось бы, конечно, чтобы процессы развития данных технологий у нас в Казахстане шли быстрее. Но на самом деле мы, конечно, готовы к появлению таких технологий, поскольку мы не можем быть не готовы. Вообще, особенность IT-технологий, в том числе и особенно в финансовой сфере, заключается в том, что вы просто не можете быть ни в тренде, если вы вообще в глобальной системе находитесь. Если вы не полностью изолированный какой-то субъект, как допустим. Да, в целом мы готовы. Эксперты считают, что уже сегодня образовательные программы нужно срочно пересматривать. Необходимо изменить подходы к обучению студентов таким прорывным цифровым технологиям, как аналитика больших данных, машинное обучение, распределенный реестр и другие. В силу того, что трансформация экономики проходит по границам традиционных отраслей, целесообразно создавать межфакультетские программы обучения. В данный момент каждая страна, каждый вуз должны к этому подготовиться. Если мы этому не подготовимся, мы должны руки держать на пульсе. Здесь очень много факторов. Что несет цифровая экономика? Цифровая экономика несет это, естественно, повышение производительности труда, повышение эффективности, экономия ресурсов, экономия затрат. Сравнивая социальную неравность, потому что когда экономия затрат, естественно, ужесточается конкурентная борьба. Рынок труда стремительно трансформируется. Рост спроса на новые профессии требует от вузов оперативно поставлять доступные знания. Уже сейчас, начиная чему-то учиться, есть риск по окончании учебы отстать от жизни, говорят эксперты. Прикладная часть переходит из обучения профессии в обучение навыкам и компетенциям. Очень нужны короткие, быстрые результаты, то есть то, что человек выучил сегодня и может применять сегодня, а не через год. Через пять лет отрасли видоизменятся и будут нужны те профессии, которых сейчас нет. Что говорить о финансовых специальностях, то сегодняшний день она как никогда востребована. В связи с возникновением цифровой экономики возникают большие риски. Обычно, когда что-то начинается новое, всегда возникают пузыри. И вокруг это скапливается информационная борьба, мошенничество, спекуляция. Цифровая эпоха представляет как большие возможности для роста бизнеса и создания акционерной стоимости, так и новые проблемы, которые могут нанести вред финансам и репутации компании. Поэтому подбор кадров – первостепенный вопрос. Наиболее существенный риск – быть вытесненным с рынка подкованными в цифровой сфере конкурентами. Но есть также нормативные и репутационные риски, связанные с тем, как компании управляют собранными данными. Но в отечественных компаниях признаются, что с подбором персонала в последнее время стало проще. В основном, как я заметила, мы находим кандидатов с алматинских университетов. Это КИМЭП, КБТУ, есть другие университеты. И также в последнее время у нас появилось три сотрудника с Назарбаевского университета. И мы действительно очень довольны тем качеством кадров, которые на сегодняшний день у нас есть. Компании выделяют больше денег на развитие IT-интернет-рекламы и социальных медиа. И здесь важно понимать, что у финансового директора должно быть четкое представление о том, как развиваются технологические ландшафты и как использование цифровых технологий приводит к созданию стоимости. Способность финансового директора видеть картину целиком будет жизненно важной, поскольку цифровые технологии касаются не только наличия инновационной бизнес-модели, но и использования больших объемов данных и прогнозов. Что касается, допустим, частностей, специалистов определенных разработок, то это все приходит со временем по запросу. И на данный момент мы, допустим, в этой отрасли чувствуем, что запрос есть, и, соответственно, появится и предложение по этому поводу. Так что я думаю, что хотелось бы, конечно, чтобы развитие шло более ускоренными темпами, но, в принципе, большого лага у нас нет. Глобализация образования размывает понятие уровней среднее или высшее, на смену которым приходит непрерывное точечное обучение ровно тому, что требуется каждому конкретному человеку здесь и сейчас. Вузы постепенно приходят к пониманию, что необходимо решать кадровые проблемы профессий будущего. И самое главное, есть спрос и интерес со стороны абитуриентов. С набором нет проблем. Люди интуитивно понимают, что профессии ближайшего будущего так или иначе будут востребованы. Я не могу сказать, что именно в финансовом образовании есть какие-то проблемы отдельные. Я бы так хотела сказать, что в сфере образования стоило бы больше уделять фокус на то, чтобы выпускники могли находить решение различных проблем, вопросов, задач, а не просто знать какой-то теоретический материал. Уже сегодня в России обсуждается возможность сделать онлайн-обучение частью формального образования в университетах. Это позволит больше внимания уделять практике научных занятий, в то время как лекции студенты будут смотреть удаленно онлайн. Также онлайн-платформа образования обеспечит новые возможности региональным вузам, транслируя им лучшие обучающие материалы и практики из ведущих университетов страны. Конкретные шаги в этом направлении уже делает Миноборнауки, разрабатывая нормативную базу, которая позволит вузам засчитывать студентам результаты их дистанционного обучения по конкретным предметам. Для того, чтобы работать с этими машинами, с этими программами, нужны высоко образованные, высококомпетентные специалисты. И мы сегодня говорим каждый раз студентам, что конкуренция ужесточается. И вот эта статья нашего президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» там красной линией проходит мысль образования, культ образования. То есть без образования никакого искусственного интеллекта, никаких инновационных технологий мы не можем использовать, мы не можем их изобрести. Сегодня система образования сама подталкивает людей к тому, чтобы забыть о своих красных и синих дипломах, полученных десяток лет назад. Сегодня каждому доступны онлайн-курсы. Буквально за несколько месяцев можно овладеть необходимыми навыками, которые будут соответствовать современным запросам рынка труда. Однако все же высшее образование и тем более секторе финансов продолжает играть важную роль при выборе работодателем будущего сотрудника. Набирая кандидатов на работу, мы в первую очередь смотрим на то, какой вуз окончил кандидат. Возможно, это субъективные критерии, но он не раз себя оправдывал. В предпочтении мы отдаем вузам, сохранившим опыт, квалификацию. Цифровые технологии меняют и форматы обучения. По данным HeadHunter, только 30% компаний до настоящего времени не использовали и не планируют использовать диджитал-инструменты в корпоративном обучении. Все остальные уже пробовали и будут продолжать внедрять, либо еще не пробовали, но решительно настроены начать.